Девчонки, добрый день, я сейчас еду сдавать, мне нужно, ну, сдавать одежду. Я тут набрала фаберлик, я это себе оставляю, юбка, хотела бежевую, но бежевую уже не было, возьму ее все равно. Надо что-то носить, ну, не знаю, баллы нужно делать. Потом оставила обычную белую футболку и оставила вот такая вот у нас коллекция цветы, ее тоже все разобрали. Вот взяла себе с красным вот таким вот цветком. Все, сегодня буду перестирывать. А эту футболку я возвращаю, я вам сейчас покажу, как она выглядит. То есть это такая обтягивающая футболка. Не знаю, нужно ли мне на размер побольше или нет. Она действительно идет в обтяжку, там многие писали, что она маломерит. Цвет камер не передает, он показывает какой-то такой, блин, коричневато, какой-то кирпичный, что ли. На самом деле цвет Марсала, но он не совсем цвет Марсала. Я даже не знаю, с каким его и сравнить-то цветом. Даже не знаю, девчонки. Но он какой-то... Я поняла, что у меня никакой одежды нету под этот цвет. Делать так, чтобы она лежала. И потом когда-нибудь чего-нибудь под нее купить. Это такой дохлый вариант. Она у меня будет лежать неизвестно сколько, тем более у меня в футболках нету необходимости какой-то острой. То есть у меня футболок, в принципе, нормальное количество. Единственное, раньше в Фаберлик была вот такая футболка, девчонки. Вот такая футболочка была в Фаберлик. Беленькая. Мне очень нравилась. Она у меня вся растянулась. Я ее носила очень долгое время. И, кстати, вот написали, что... Вот, смотрите, молочная разница какая. Вот это молочная, кажется. Я думаю, да какой он молочный? Молочная, это кипельно-белая. Вот. Значит, у меня была футболка такая. Она у меня была лет пять. Вот она, знаете, и в пир, и в мир, и в добрые люди у меня была. Ну, очень она мне нравилась. Белый цвет, знаете, такой универсальный под все подойдет. Это база. Вот, поэтому я ее и взяла. Поэтому я ее все и оставляю. Потому что ту, которую покупала, да не пять лет, наверное, назад, гораздо больше. Лет десять, наверное, назад. Она, конечно, уже вся вытянулась. Уже, знаете, такая от стирки уже даже проредилась в каких-то местах ткань. Вот, поэтому мне на замену нужна. Возможно, я еще и возьму и белого цвета, вторую, и такую же. Может быть, на размер побольше. Не знаю, мне надо заказать. Сначала перемерить размеры, посмотреть, какой больше, какой меньше. Так что вот такая вот. Она прям обтягивающая. Многие написали, что она маломерка. Но, да, она действительно вот прям в обтяг. Конечно, сейчас просто многие привыкли к оверсайзам. К таким, как, ну, чтобы все это было свободное. И даже я одела, мне как-то было некомфортно. Хотя я понимаю, что я раньше вещи такие с большим удовольствием носила. Я все носила в обтяжку. А так как я привыкла сейчас к свободным вещам, к комфорту, поэтому она мне кажется как будто бы впритык. На самом деле она ни в какой не идет а-ля маломерка. Просто люди привыкли, что одежда в основном сейчас вся свободная. А так это обычная такая по телу обтягивающая, как бы не лайкарная, как это, ну, то есть тянущаяся футболка. Это не хлопок. Вот этот вот хлопок, ну, тянется, но как это, вот я даже не знаю объяснить. То есть здесь эластана вот этого больше. И, соответственно, она идет просто по фигуре. Она очень хорошо вот с этой юбкой. И, конечно, извиняюсь, что так показываю. Так, давайте вот так вот, наверное, хотя бы. Вот она хорошо идет вот с этой юбкой. То есть она вот, ансамбль такой красивый. Вот именно конкретно с этой юбкой. То есть она вот именно по фасону подходит, что она обтягивающая. Это не какой-то спорт. Это прям вот такой вот женственный силуэт создает, потому что она полностью все облегает. В принципе, рукава у меня на месте. Не рукава, как, ну, рукава, наверное, дай. Вот, на месте. Поэтому как-то так. Вот даже вот я вот их вместе и оставила только лишь потому, что они очень хорошо друг с другом сочетаются. Ну, и вот такое, чтобы футболку взяла. Я не знаю, будет ли у меня время снимать отдельные видео, вот, на обзор одежды. Потому что я сейчас все делаю в темпе вальса. У нас тут такая коллекция вышла. Цветы. Здесь еще были маки. Маки во всех расцветках. Ой, во всех размерах разобрали. Был, это георгин. Был еще зеленый цветок. Зеленый я тоже взяла. Мне понравилось. Был еще синий цветок. Ну, кстати, зеленый мне очень понравился. Он прям такой раскидистый. На всю... Не знаю, только единственное, как стирать. Не сотрется ли аппликация. Надеюсь, она выдержит стирку. Тут что у нас? Тридцать стирка. Якобы без отжима. Ну, если только деликатно это... Хотя и тут вот 92% хлопка, 5% эластан. Тут 95% хлопка, то же самое количество эластана. Ну, наверное, просто она в обтяжку. То есть у нее такой приталенный силуэт. Силуэт, да. Вот у нее приталенный силуэт. Что вот этот эксцесс размер я взяла? Что вот этот эксцесс размер? Только вот этот вот эксцесс размер, он, видите, огромный, большой. А тот эксцесс размер, он очень маленький, такой прям по фигуре. Я не сказала бы, что маломерят. Вот про эту говорили, они на ней маломерят. Они в разных расцветках есть там. Потому что, ну, не на маломерят они. Потому что они просто носятся в облипку. Вот и все. Мы не привыкли уже к таким вещам. Мы привыкли, чтобы это было все на расхлебоньку. Так, я сейчас просто еду, сдаю. У меня очень много дел. Мне нужно сегодня огромное количество дел успеть сделать. Поэтому я, ну, вот стараюсь все в темпе вальса. Вот, вот такая же, как Марсала. Я просто вам... И там белая такая же вот, которая вам говорила. Эту сдаю, потому что, ну, я не понимаю просто, куда ее. Под что ее? Ну, нет у меня одежды. Если бы она была нежно-розовая, там еще какая-то, я бы ее бы... Я бы ее бы оставила. А так, ну, вообще ничего нет. Я уже вот, знаете, вот такой, ну, а может быть сюда? Ну, нет. А может быть сюда? Ну, нет. Ну, вот как-то никуда она мне. Вот хаки еще, вот я такую же хаки еще заказала, и хаки я буду оставлять. Потому что у меня есть вот такие вот леггинсы обтягивающие. Может быть, она как-то хаки туда присобачится. Может быть, еще под что-то. Ну, хаки я найду. У меня зеленого как-то есть. А вот под этот оттенок ничего у меня нету. Не знаю, что сообразить. Это должны быть какие-то обтягивающие, наверное, светлого какого-то цвета джеггинсы. Вот что-то такое. Вот как вы думаете, под что еще может подойти вот эта футболка? Ну, под юбки какие-то. Но юбка, опять же, должна быть какая-то белая. Потому что вот этот оттенок, он достаточно сложный и редко с каким сочетается. Ах, не помню, через это, что ли, меня начало работать. Сейчас, подожди. Я к ним. Киноэффект будет пусть. Потому что с киноэффектом как-то лицо становится почетче. Почетче у меня сегодня полно дел. Я вам уже говорила, сейчас в темпе вальса я еду, делаю эти дела. Но хотела, что, выхожу в эфир. А сейчас вот одежду еду сдавать, забрать на почте. Нужно мне паспорт, я взяла. И купить карточки мне надо. Так, ну так вот, девчонки, значит, я покупала телефон и покупала телефон через карточку Альфа-банка. Сейчас же Альфа-банк везде себя пиарит. Там запустил тоже там программу определенную. И он должен был мне начислить кэшбэк. Причем большой кэшбэк 5% от стоимости покупки телефона. Представляете, какая сумма. Вот, то есть такой приличный он достаточно бы получился. Ну, 5 тысяч он получался. То есть у меня телефон бы шел бы со скидкой дополнительные 5 тысяч. Я, собственно, иди и, скажем так, оплачивала телефон специально карточкой Альфа-банк. И специально я выбирала кэшбэк техника, чтобы получить этот кэшбэк. Потому что я знала, что я буду покупать телефон. Ну, и в итоге. В итоге мне ничего не начислили. Я написала в... Причем я очень много потеряла, потому что я... Там, допустим, у меня еще кэшбэк был на рестораны, кафе и рестораны. Я не оплачивала этой карточкой. Потому что там лимит 5 тысяч. То есть там всего за месяц можно 5 тысяч получить. И я ничего не оплачивала. И в итоге... Ну, еще там были покупки с кэшбэками у меня определенные. Я тоже их не оплатила. Тоже 5% у меня было. То есть я прилично прям потеряла из-за этого кэшбэка. И в итоге... Мне так обыдно, когда эти поворачивают большегрузы. Особенно... Не большегрузы, как их зовут. Вот, с топливом на поворотах машины, которые везут топливо. Потому что я видела, как грузовики переворачивались. Не знаю, почему так много руля-то у меня. Раньше, мне кажется, в той камере у меня такой руля-то столько не было. Ну, так вот. И, значит, мало того, что я рассчитывала, что мне начислят 5 тысяч. Я по этой карточке больше никакие не проводила покупки. Хотя у меня там покупки были тоже с кэшбэком 5%. Потому что лимит 5 тысяч. Они только на 5 тысяч начисляют кэшбэк. И в итоге мне кэшбэк начисляют. Я написала в обратную связь. Они составили мне обращение. Обращение, естественно, дает отсылку, что этот МСС-код является исключением. Нигде информации нет. Посмотрите дополнительные правила, более подробные правила этой программы лояльности. Перехожу по ссылке. Там вот такие вот талмуды, куча документов. Там их штук 50. В каком смотреть, непонятно. Какой, ну, более-менее подходящий был. Я открыла, посмотрела. Там ничего нету про эти... Ну, то есть, какой МСС-код является исключением в этой технике. В этой категории техника. Короче, ну, и не знаю, есть ли смысл дальше вести какие-то разбирательства. Есть ли смысл дальше что-то куда-то писать. Потому что, ну, блин, это, знаете, как вот мелким шерифтом где-то что-то приписано. А потом обнаружится, что мелким шерифтом где-то что-то приписано. И все равно, как это сказать... Возмущайся, не возмущайся, разбирайся, не разбирайся. Только, может быть, зря потерянное время. Я, конечно, составила еще раз обращение через чат. Не знаю, чем это дело закончится. Мне, конечно, очень обидно. Потому что мало того, что телефон подешевел на 5 тысяч. То есть, я купила, и через полторы недели он дешевеет на 5 тысяч. И мне хоть какая-то компенсация была, ну, мне лично, вот, что... Ну, что еще в минус 5 альфа. А я, получается, вообще никакой компенсации не получила. То есть, у меня получается телефон. И без скидки я могла бы оплатить наличкой. И мне бы тогда сделали бы кэшбэк. Ой, не кэшбэк, а скидку сделали. А так как я говорю, я не буду наличкой. Я специально у них узнала в магазине, по какому коду проходит. То есть, по какой категории техника. Ну, они не искали, по категории техника. Я узнала заранее, чтобы именно проплатить карточкой. То есть, я потеряла. Если бы наличкой оплачивала, я бы скидку получила. Вот. Я бы скидку получила, если бы наличкой оплатила. А так как я наличкой не оплачивала, оплачивала карты в надежде на то, что мне начислят 5 тысяч, я не получила кэшбэка по карте. Ну, наверное, это, как я уже, знаете, все на все воле Бога. Значит, так суждено. Где-то мы находим, где-то мы теряем. Я уже себя успокаиваю. Ну, что-то как-то мне все равно. Как-то. Я думала, у меня скидка будет даже 9. Сколько? Ну, да, на телефон будет скидка. 5 тысяч. И нет. Эту скидку мне не дали. Я сейчас вот так вот встану поближе. Эту скидку мне не дали. Я осталась без скидки на телефон. Я взяла по полной стоимости. То могла бы хотя бы скидку получить от магазина за то, что я наличкой оплатила. А то и не так, и не сяк. Понимаете? И еще плюс потеряла на оплатах кафе-рестораны категории. Потому что я стала с другой карты оплачивать. Потому что, думаю, лимит здесь 5 тысяч кэшбэка по карточке Альфа-банк. Поэтому, думаю, буду другой карточкой оплачивать. Хотя бы там 1% получу. А не так, а не так. Ну, короче, на Е. Очередное на Е. Вот как-то так. Где у них это мелким шрифтом? В основном, в основных маленьком файле на 3 листа это не прописано. Какой код является исключением. А где этот файл находится, там открываешь. Перейдите по ссылке, более подробные условия открываешь. И там вообще просто куча вот таких вот этих файлов. Я один открыла на 26 листов. И тоже ничего там не нашла. Короче, расстроилась я немножко. Это вот та футболочка, про которую я вам чуть-чуть ранее говорила. Вот как она выглядит. То есть, я не вижу, чтобы она была какая-то маломерка. Просто она идет, плечи у меня на месте. Просто она идет в обтяжку. То есть, мы привыкли сейчас к размерам каким-то оверсайз. Это, плюс еще ко всему, она со временем все равно, она подтянется. Она будет по-другому сидеть, как вот у меня предыдущая до этого была. И я сейчас заказала кофту. Забрала с почты. Сейчас я вам ее покажу. Кофточка. Короче, она оверсайз. Такого большого размера. Я думаю, блин, что такое. Купалась вчера, и волосы теперь лежат оба как. Смотрите, она оверсайз. То есть, она большого размера и подойдет на приличный размер девушку. Я думаю, 46-й точно влезет. Но, в принципе, я могу так вот нараспашку ходить. Вот так вот ее застегивать. Единственное, она не кипельно-белая. То есть, посмотрите, вот разница с кипельно-белой. Это такой молочный-желтоватый цвет. Заказывала я на Озоне. Они заказывают не скорее всего, а точно. Это мне с китайского сайта пришла. Это доставка из-за рубежа. Конечно, вот так вот проблематично заказывать. А вдруг там порванная, а вдруг там еще что-то. Как возвращать, я не знаю. Потому что это моя первая покупка вот такая вот из-за рубежа. А так как в Китае есть Китай, и там может все что угодно прийти. Поэтому вот так вот она в застегнутом виде выглядит. Она классная. Я ее заказала только вот из-за этих, ну, просто крутых клубничек. Мне что-то так захотелось. Я потом еще сережки хочу себе найти клубничные. И чтобы у меня был вот такой вот стиль. Она синтетическая. То есть, это никакой не хлопок. Не ожидайте, что в основном все на китайском сайте синтетика. Хорошо, если не будет порватая. И там не будет каких-то прям серьезных ляпов. Вот, этих клубничек нету. Вот сзади она обычная, светлая. Красные пуговки. Но симпатичные. По-моему, что-то она мне то ли в 1300, то ли в 1200 она мне обошлась. Я не знаю, стоит ли она того. Конечно, она не смотрится прям дорого-богато. Это, ну, не знаю, мне прям захотелось что-то. И вишенки мне что-то захотелось. И клубнички захотелось. То есть, мне вот захотелось. Можно, кстати, ее было заказать не из-за рубежа. То есть, я ее ждала долго. Я ее ждала месяц, наверное. Как бы не больше. А можно было заказать дороже. По-моему, чуть ли не в два раза. Но она пришла бы там типа послезавтра. Либо через пять дней. Ну, я думаю, у меня время есть. Не нужно какому-то мероприятию. Зачем переплачивать, когда она потом попозже придет. Ну, неплохая. Даже вот на мне, в принципе, большого размера. Смотрится неплохо. Под какие-нибудь джинчики ее одеть. Внизу можно какую-то маечку. Единственное, вот я не люблю, когда белые вещи желтят. Потому что под них, вот непонятно. Даже вот смотрите, я одеваю вроде бы белую футболку. Да, ну что, вот что можно, кстати, может кто-то мне что-то посоветует. Что можно одеть под этот, ну, а-ля такой кардиган. Потому что если белое одеть, это сразу видно, посмотрите, контраст. Но если только бежевое, как вариант, ну, не знаю, девчонки. То есть вот покупаешь вещи, еще потом думаешь. А, ну красную можно какую-то маечку одеть на бретеликах. Ну, немного ли красного будет. Сюда бы, конечно, гармонично, мне кажется, белая майка подошла. Но белая майка, она, видите, как на контрасте. И сразу этот цвет как-то смотрится таким старым, либо застиранным, либо таким, ну, не очень. Вот за это я не люблю вот эти молочные цвета, молочные оттенки. Потому что на фоне белого цвета они начинают проигрывать. Но, может быть, из вас есть стилисты, которые могут подсказать, что мне одеть под низ. Какой, что, вот, ну, не знаю, у меня не хватает. Не хватает моих этих сообразить. Накидайте мне варианты, что можно сюда. Девчонки, сейчас иду на пляж. Решила себе выделить часа два-три на то, чтобы искупаться. О, посмотрите, тут даже рядом, а не увидите, стоит конелодка, лодка, наверное. Вот, я решила поплавать, выделить себе время. Хотя у меня очень большой объем работы. И я, наверное, не буду это делать до отъезда. И работа, и что-то напланировала больше, чем могу не выдержать, а как это сказать, вместить. Вот, значит, это у меня будет... Я сейчас пойду поплаваю часа два, приду покушаю. У меня такие планы. А потом я иду забирать заказы. У меня заказ на Валберес полно пришло обуви. Эти белые кеды, все, которые я не могу найти. Но я уже поняла, что я и без них поеду. Я без них обойдусь. Вот, потом... Что еще там у меня? Что-то дофига всего. И я, наверное, сегодня у меня подъем. И именно в такие подъемы нужно снимать. А, ну, надо накраситься. И, возможно, я сниму видео, которое у меня... Я все, знаете, откладываю, откладываю, жду, когда под... Ну, как сказать, лучший подходящий подберется. Вот. Потому что это видео нужно делать на определенной энергии. На энергетике на определенной. А видео, связанное у меня, как выйти из депрессии. Вот. Крутое будет видео, девчонки. Прямо обалденное. Это будет... Как бы с сорокалетнего опыта. Ну, мой. Как сказать? С сорокалетнего опыта. Симбиоз. Все, я уже на жаре. У меня уже все мысли об отдыхе. То есть, это будет прям такой выжимка. Выжимка из моего жизненного опыта. Тем более, меня часто опрокидывала судьба. Вот. И я как тот живчик, как тот болванчик, как тот, не знаю, не валяшик. Ванька, встань-ка. Вот. Я встаю и иду дальше. Вот. И... Ну, как бы вот у меня есть такое вот... Воспрять, воскрести... Воскрести, воск... Короче, вы... Кстати, Анастасия, по-моему, как-то переводится так. Забыла. Ну, вот именно вот с воскрешением что-то связано. Немножечко вам покажу. Блин, я и забыла взять. Надо было малинки набрать. А у меня, по-моему, ничего нету. Ну, есть пакет какой-то. Ну, походу, не для малины. Ничего не взяла, забыла. Ну, ладно. В чё наберу? Ой, посмотрите, какая благодать. Просто красота. Мне вот этот дом очень нравится. Почёнки. Такой он какой-то уютный. Здесь тебе, пожалуйста, и площадка. Очень облагороженный. Гораздо лучше, чем наш дом. Наш дом. Смотрите, там и беседка. То есть можно вечером выйти, подышать, посидеть, обалдеть. Очень классный. Что ж такое я не взяла, девочки. Смотрите, какая красота. Просто глаз радуется, видит и радуется. Так вот, у меня ещё, хотела сказать вам, всплеск огромный по социальным сетям. Очень большой. И я это предвидела. Я вот уже написала в своём телеграм. Можно это как угодно назвать. Визуализация. Это так суждено мне. Либо я это там интуиции. Я реально видела эти скачки. У меня сейчас выросло просто. У меня ролик завирусился. Запрещёнки на 3 миллиона. Уже 3100. А за эту ночь он с полутора миллионов дошёл до трёх миллионов. И я это видела. То есть я видела вот эти скачки. Можно это назвать визуализацией. Вы знаете, как нет однозначного, я думаю, ответа на этот вопрос. Кто-то думает, может быть, что он визуализирует. Возможно, это подготовка пространства. Как вариант можно рассматривать. Ты когда визуализируешь, ты входишь в определённую энергию. В определённый коридор какой-то. Можно это, как это сказать, списать на то, что это голос интуиции мне подсказал. То есть я не просто эту картинку видела. То есть я видела, как у меня шкала просмотров растёт. То есть я прям это видела. И видела я постоянно на протяжении этого месяца. То есть вот, ну да, где-то на протяжении этого месяца. Со многими вещами, то есть я многие вещи предвижу. Я вот в этом видео как раз таки... Посмотрите, какая картинка просто. А я в этом видео как раз таки буду рассказывать об этом. Как это у меня работает. И вообще, это как пережить развод. У меня как пережить развод, расставание. И там будет очень много таких на уровне мистического историй. Буду делиться своим личным. Так ладненько, хочу сделать фотографию, картинки. Девчонки, ясно. С таким удовольствием провела время на Волге. Это просто такой невероятнейший кайф. Завтра пойду ещё. Сейчас иду доделывать дела, которые я не сделала. Слышите, куда я вышла? Я какой-то другой тропинкой тогда шла. Я за малиной иду. Чего вы думаете? Я шла другой тропинкой. Здесь вот, смотрите, как песочек. Может быть, даже есть какой-то пляжик. А может быть, и нет. Нет. Дальше идёт. Дальше заводит нас в какую-то... Ну, это не та дорога. Короче, я с большим удовольствием. Просто завтра надо реально в 9 часов утра вставать. Поделать, переделать дела по-быстренькому. Съездить там, закупиться в поезд. И, ну, собрать чемодан или собрать на вечер оставить. Не знаю, короче. Ой, сколько красоты в одном месте. Где только моя малина? Непонятно. Ого. Вау. Куда я забрела? Тут можно ещё куда-то идти. Наверное. Ну, ладно. Я её всё равно найду. Зато другим новым местом пошла. Тут прям чаще, можно сказать. Для лета это самое идеальное место для проживания. Пять минут, и вот тебе вода большая. Я нашла это место, но уже здесь кто-то побывал. Малины здесь практически нет. Ну, я так просто поем. Хотя бы не наберу, но поем. А то здесь дорожку проложили. Прям очень хорошо проложили. Я думаю, здесь и прилично её набрали. Не знаю, знали про это место или нет. Там и вон её, кстати, полно. Надо туда сходить. И тихо. Разружу. В�м. Продолжение следует...